Актуальное интервью В целом, что еще будет сделано в части скверов? Ведутся работы по завершению данного объекта в части ремонта автомобильной дороги, устройства парковочных мест, завершения зоны благоустройства за галереей. То есть на эти работы у нас уже на сегодня заключен контракт, работы в настоящее время ведутся и будут завершены в срок до 15 октября. Также помимо Александровского сада у нас сегодня реализуется большой проект этапа в рамках двух источников финансирования. Это областной бюджет сквер выпускников, областной бюджет первого этапа и федеральный бюджет это сквер выпускников второй этап. На сегодняшний день также заключен муниципальный контракт, работы ведутся и срок завершения по данным работам у нас 1 ноября. Соответственно на сегодняшний день мы идем с небольшим опережением графика производства работы и я думаю, что все работы будут завершены в срок. Поэтому наши жители и молодежь, в том числе и школьники уже в этом году начнут пользоваться благоустроенным общественным пространством. Уже сможем погулять там. Всегда всем интересно, в Александровском уже в общем все понятно, основная концепция, структура там парка. Что в сквере выпускников будет самое интересное, самое классное? Ну, самое интересное, наверное, я не буду говорить о том, что в сквере выпускников у нас там зона отдыха, это диван качели, который мы сейчас очень активно используем во всем общественном городском пространстве на размещении. Самое интересное, наверное, будет это памптрек, который на сегодняшний день уже ведется монтаж, там площадь его порядка 180 квадратов. Ну и одно из интересных мест это будет аркада со смотровой площадкой. У нас таких объектов, вернее, в скверах и в парках такого еще, такой малой архитектурной формы еще нигде нет. Лето тоже активная пора ремонта всегда для вас, это дороги. Но мне кажется, в этом году у нас дороги в неплохом довольно состоянии или что-то еще будете ремонтировать? Ну, поясню, почему у нас в принципе в этом году не такая плачевная ситуация была после весны с дорогами, как, допустим, в 23-м году. Нам повезло с тем, что мы в прошлом году в сентябре месяце заключили муниципальный контракт на устранение колейности на основных улицах, на основных перекрестках. И большую часть работы мы успели выполнить именно в 23-м году в осенний период. Соответственно, весенний период, оно как бы, ну, мы все равно ездим. Понятно, что там микрорайоны заедешь, это один момент, а по основным центральным улицам, по перекресткам мы эту проблему не поймали. И сейчас, как только позволила погода, у нас подрядчик приступил к завершению данных работ. И на сегодняшний день мы завершаем этот муниципальный контракт. Ну, мы в рамках содержания, опять же скажу, очень много выполнили именно в этом году по устранению колейности и продолжаем выполнять. У нас, мы даже в 23-м году, мы такие площади по устранению колейности не выполняли. У нас на этот год запланировано выполнить 35 тысяч квадратных метров. Ну, это большой объем. Это мы все делаем в рамках муниципального контракта на содержание уличной дорожной сети. Заключили мы сегодня, заключили муниципальный контракт на ремонт автомобильных дорог с ДРСУ-6. Там стоимость муниципального контракта порядка 100 миллионов. И в рамках этого контракта мы основной акцент сделали все-таки на дворовые территории, на муниципальные проезды, которые будем и уже приступили выполнять. Это улица Доронина, 22. Очень давно люди жаловались на данную территорию, чтобы мы помогли им ее отремонтировать. Девятый микрорайон, где у нас центр добровольческого движения. Там планируется в последующей неделе зайти 7-й микрорайон, 32-е дома. Там тоже бывшая территория под застройку многоквартирного дома. Застройщик от нее отказался, мы у него изъяли. И, соответственно, на этом месте люди попросили парковку построить. Соответственно, мы в этом году эти мероприятия выполнили. Ну и, соответственно, весной я встречался с жителями микрорайона Иршовка. Мы в 2021-2022 год начали каждый год выполнять по ремонту дорог в чебеночном исполнении по километру дорог. Но в 2023 году у нас это не получилось в связи с объемом финансирования. В этом году мы эту работу начали, вернее, продолжили. И планируем выполнить 1-2 километра. И на сегодня подрядчик уже приступил к этим работам. Общий, ну, запланированный общий объем, если брать по квадратуре, по протяженности. Ремонт дорог это 11957 квадратных метров. Протяженность порядка 1,7 километров. Тротуаров протяженность 2,5 километра. Ну и устройство парковок это порядка 7800 квадратных метров, что составляет 450 машин и мест. То есть мы с каждым годом, с ремонтом мы не отходим от темы создания дополнительных парковочных мест, так как стесненность в микрорайонах у нас чувствует цена. Ну и это направление мы его сохраняем и будем дальше сохранять. В части колейности, мне кажется, самый наболевший такой участок городской дорожной сети – это Никольский взвоз. Потому что там уже колейность прям просится, чтобы ей занялись. Никольский взвоз мы планировали же в 2023 году отремонтировать. Но у нас мы хотели в рамках ремонта дорог, по законодательству у нас разработка проектной документации на ремонт дорог не требуется. Но мы столкнулись с тем, что там у нас необходимо выполнить мероприятие по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, так как Никольский взвоз у нас граничит с объектом культурного наследия Тобольский Кремль и Сафир Мака, ну Чукманский и Троицкий МС. Соответственно, мы ушли в разработку этих мероприятий и перевели ремонт дороги по Никольскому взвозу в капитальный ремонт, в связи с тем, что там необходимо выполнить очень технически сложные мероприятия в части устройства водородных лотков. На сегодняшний день у нас проектная документация разработана. Мы получили, две недели назад получили положительное заключение экспертизы достоверной смертной стоимости. И, ну, я думаю, числа до 15 июля мы расторгуем этот объект и в этом году мероприятие выполним. Будет перекрытие как по полосам? То есть он не будет полностью... Будет перекрытие по полосам, да. Эти мероприятия у нас также учтены в проекте. Будет перекрытие по полосам. Соответственно, первую полосу мы начнем с водоводного лотка, так как это сложные мероприятия, нам необходимо будет выполнить. Также будут заменены сети электроосвещения, автомобильные дороги, ну и, соответственно, покрытие. Если не отходить далеко от Никольского, там же вот и улица Алябева, которая тоже давно уже в планах, да, и вот все как-то ей не везет тоже вот в плане реализации. Как в этот раз? Я бы не сказал, что ей не везет эта улица Алябева. Дело в том, что, да, она находится у нас на гостевом маршруте на заездном. Мы с улицы Алябева зашли в реконструкцию в связи с тем, что нам действительно, она улица Гасева, и там частный жилой сектор, очень близко к автомобильной дороге, и нам необходимо было выполнить, сделать реконструкцию так, чтобы сделать водоотвод вдоль автомобильной дороги. Тротуары. Тротуары, велодорожку, новое освещение, переустройство всех инженерных сетей, причем переустройство инженерных сетей не только водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, но и переустройство сетей электроснабжения частных жилых домов 0,4 кВт с воздушной системы в землю, чтобы у нас, мы когда заехали на улицу, чтобы у нас не было вот этих висячих проводов, и так далее, чтобы стояла только опора освещения. Соответственно, перед проектировщиком стояла сложная задача, но он с ней справился. И все это надо разместить в достаточно стесненном пространстве. В стесненном пространстве, да. При этом мы должны были еще предусмотреть мероприятие по устройству единообразного ограждения вдоль улицы Алябьева, слева и с правой стороны, чтобы мы действительно получили... Да, чтобы мы действительно получили такую гостевую, праздничную улицу. Поэтому, я еще раз повторюсь, перед проектировщиком стояла сложная задача, но он с ней справился. Сегодня проектная документация у нас разработана, и она находится на экспертизе технической части и экспертизе достоверной сметной стоимости. Экспертиза в связи с тем, что это реконструкция, у нас будет проходить экспертиза технической части, и это, ну, так скажем, небыстрый путь прохождения. И, соответственно, после выхода экспертизы, если экспертизу мы сейчас до осени получим, положительное заключение, соответственно, мы зайдем в финансирование в этом году, и, соответственно, в 25-26 год мы ее построим, реконструируем. Про объекты культурного наследия уже заговорили, но там пока природные объекты. Вот всех всегда очень же интересуют дома на улице Мира. Мы всегда говорили о том, что вот город Тобольск хорошо развивается, но объекты культурного наследия у нас остаются как бы на месте, ничего с ними не делается. Но на сегодня ситуация противоположная изменилась. У нас появились новые инвесторы, которые уже часть объектов на улице Мира на базарной площади выкупили и приступают к реставрации этих объектов. Мы, как муниципалитет, в данном случае, сегодня мы расторговали улицу Хрикова, 10, дом Неводчикова. Приступаем к ремонтно-реставрационным работам, которые завершены в 25-м году. Данное здание у нас, назначение его под административное здание. Там будет располагаться департамент по культуре и туризму. Поэтому у нас сейчас на выходе из экспертизы достоверность медной стоимости и научно-проектная документация получено заключение государственной экспертизы в плане согласования. Историко-культурная экспертиза – это по ограде Паремезово, 41, с осторожками. На выходе научного проекта. То, что вы называете биофабрика, да? Да, научный проект, документация на выходе, земляной вал на выходе. Соответственно, в ближайшее время, месяц-два, мы получаем на них экспертизу достоверности медной стоимости. И в этом году мы заходим на реставрацию этих объектов со сроками исполнения в 25-м году. Обелиск, Ермаку тоже на выходе уже. То есть эти объекты, с которыми мы заходим, реставрацию именно в 24-м году со сроками завершения 25-й, какие-то объекты, 26-й год. Мы заключили сегодня контракты на разработку научного проекта документации по Басово-1. Долго тоже говорили об этом объекте. Памятник деревянного зообщества. Да, по Мира-4 на улице Мира. Тоже подминистративное здание. Планируем после приспособления этого здания под размещение Департамента городской среды и Тобольского заказчика, чтобы они там находились, чтобы у нас там жизнь кипела. Улица Октябрьская 11, небольшой одноэтажный дом, это объект культурного наследия. Мы тоже заключили контракт на разработку научного проекта документации. Соответственно, будем его тоже реставрировать. В общем, переживать-то были ко мне, чем остается только просто дождаться уже результатов. А я напоминаю, что у нас в гостях был Юрий Вавакин, заместитель главы города Тобольска. А у меня на этом все. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!